Дороги провинции Муша Западной Армении Дороги в провинции Муша Западной Армении местами все еще остаются закрытыми. Из-за сильного снегопада дороги 19 сел закрыты. Специальные команды прилагают все усилия, чтобы расчистить дороги в сельской местности. У спасателей проблемы из-за тумана. Бригады будут работать здесь весь день. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к утру 24 декабря. Согласно данным Офиса защитника прав человека Арцаха, до 40 тысяч арцахцев в результате войны, развязанной Азербайджаном, остались без крова. Как передает Армен Пресс об этом, на пресс-конференции 22 декабря заявил омбудсмен Арцах Артак Бегларян. По нашим оценкам, до 40 тысяч человек остались без крова только из-за оккупации территории в результате боевых действий и политического согласия. Большинство этих людей уже вернулись в республику Арцах, отмечает Бегларян. Он добавил, что в первую очередь необходимо решить проблему временного размещения этих людей. В результате многолетних раскопок в Тигранакерте Арцахе армянская экспедиция обнаружила большой высеченный в скале акведук, который является самым мощным в регионе. Армянские археологи опасаются, что азербайджанская страна пытается фальсифицировать историю Тигранакерта, который сейчас находится под контролем Азербайджана, представляя акведук албанским. Армянские археологи опасаются, что работу, проделанную ими в Тигранакерте, который сейчас находится под контролем Азербайджана, азербайджанская страна попытается свести на нет. Акведук, обнаруженный там, представят албанским, искажая этим историю. В результате многолетних раскопок в Тигранакерте армянская экспедиция обнаружила большой высеченный в скале акведук, который является самым большим во всем регионе. В разговоре с корреспондентом Армен Пресс, директор Института археологии и этнографии Павел Аветисян отметил, что у Армении, которая расположена рядом с Азербайджаном, всегда будут проблемы. Человек, живущий сегодня в Азербайджане, будь то турок или представитель другой нации, еще не определил себя, свою идентичность. Он не знает, чей он наследник. Они в поиске, они хотят захватить районы, в которых живут. Это касается не только нас. Это касается и грузин, и всех соседей также, отмечает Аветисян. Касаясь раскопок в Тигранакерте, он рассказал, что в 2020 году они работали в пяти разных местах. Турецкие военнослужащие совместно с боевиками террористической группировки занимались разграблением культурных достопримечательностей на территории Сирии. Об этом сообщает агентство САНА. Территории на севере Арабской республики были захвачены военнослужащими ВС Турции в рамках операции «Источник мира» и «Оливковая ветвь» в 2018-2019 годах. После этого контроль над районами фактически перешел в руки подконтрольных анкаре боевиков из группировок, входящих в состав Сирийской национальной армии. Протурецкие вооруженные формирования неоднократно были замечены в уничтожении культурных достопримечательностей и перемещении памятников архитектуры в Турцию для последующей продажи. Как утверждает САНА, во всех этих преступлениях активное участие принимали и сами турецкие солдаты. Сегодня большая часть археологических памятников в кантоне Африн на северо-западе Сирии повреждена в результате действий боевиков и солдат ВС Турции. Среди них есть и те, что внесены в список культурного наследия. Например, руины Таль-Бурдж, Таль-Айндара, Таль-Джендерес и Аль-Набихури. Махмуд Ахбади Бегаш, член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, отметил, что поддержка Армении должна была быть одним из принципов внешней политики его страны. Во время Карабахской войны нам нужно было отложить в сторону дипломатическую вежливость и содействовать Армении в интересах баланса сил. Согласно реальным и достоверным историческим документам, нынешняя Азербайджанская республика и некоторая часть региона Южного Кавказа являются частью нашего родного Ирана. И если в будущем что-то случится, эти районы должны быть возвращены на родину Иран. И, наконец, Иран безоговорочно должен приветствовать европейские и американские санкции против Турции, подчеркивает депутат. Скончался легендарный футболист Арарат-73 Аркадий Андреасян. По данным спутника Армении, состояние Андреасяна ухудшилось вчера вечером, на скорой помощи был доставлен в больницу. По предварительным данным, он скончался от сердечной недостаточности. Легендарный футболист стал в составе Арарата чемпионом СССР и обладателем Кубка. В составе сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских игр. Как тренер он долгие годы работал в Арарате. Отметим, что в последнее время был политически активен. Недавно присоединился к представителям спортивной сферы, требующим отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Сасуньишарк. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok